I have ways of blowing things up. I know exactly where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will hand myself up there. You're sure. I agree. You heard it. You heard it. Let's evacuate everyone. I'm waiting. I can't wait. The fight will be in the penthouse. I can't open... Мурфи, мы найдем больше и больше болезней, и они мне все дают мне консистенции. Так что, если все это не ошибаются, есть старый парень, который ждет тебя вверх. Ты можешь ожидать... Проблема? Да, правильно. Проблема? Делайте уверен, что нет, кто остался в здании. Мы сделаем, партнер. Короче, да, старикашку пересадили в робота, скорее всего. Мне не особо дают подготовиться. Неплохо тебя так расфигачило. У него еще и найти надо. Осмотреть зону? Отлично. Отлично. Что ты хочешь от меня? Робо-коп! Мой номер один человек! Это, кажется, неизвестное дело. Да, это старик. Робо-коп! Я хотел оставить тебе сообщение, чтобы я предполагаю эту процедуру. Это был очень долго и рабочий процесс. Но ты мне дадил возможность наблюдать тебя близко. Это старый человек! Это ты! Я не знал! Я не хотел сказать! Дай ему голову, пожалуйста. Только сейчас я действительно понимаю, что другие видят в тебя. Я понял, почему они чирят тебя. И это потому, что они выглядят через твоего металлического экстерия и видят, что в какой-то момент вы не потеряли твоя человечество. Это поднял мою голову. Ты сделаешь мне понять, что я не должен бояться о том, что происходит. Я могу остаться человеком. Как вы, как вы. Состояние и превратить в что-то крупнее, чем я. Не корруппы. И это, что я всегда стараюсь быть. Я, Драк Мурфи. Я не могу ждать, чтобы увидеть, когда будущий у нас есть. Ты продавал будущий город. Это остается только один вопрос. Скрап-ярд или преследователь? Мурфи. Это решилось быстро. Мурфи, что это было? Просто старый друг. Мурфи. Мурфи. У нас много этажей Но я жду Это лун, а джейlighи С elders Его напомнили Вернулись А ей Строй Строй А ей не гаси меня пулеметом, у меня нет столько силы сколько ты я не снял ты не победишь зачем, почему ты не увернулся, он бы просто улетел вниз тебе достался от этого явно больше чем ему где ты, где ты? я потерял виду мы пошли мы пошли ну не китай ты меня придурка кусок я же не могу убежать от тебя да отойди от него отойди ну почему я в сторону нажимаю отойди от ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот же я рад, что у меня сейчас нету глупой перезарядки. То, что у меня осталось две лечилки, это крайне бесит. Пожалуйста, давайте не будет второй фазы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прям этого не хочу. Ну и третья фаза, я понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему ты решил свалить? Можно без этого? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! Уйди от меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я застрял! Ну, я застрял, ну, дружище, ну, свали. Реактор больше не является. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ну не хватай ты меня, придурка, кусок. У меня последняя аптечка осталась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я себя запер, ну, отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убить, конечно же. В смысле, оставить умирать, оно еще выживет. Убить, конечно же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 М-hmm... Продолжение следует... М-hmm... Продолжение следует... 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 плюс в данном случае. Минус в том, что нам насильно пытаются впихнуть всю эту тему, что Робокоп человек, одновременно давая выбор. Вы или сделаете сюжет по тому, как он человек и пытается себя доказать. Или же а то нам как-то сюжет впаривает, что он человек, он человек, он человек, но при этом у тебя постоянно есть выбор того, что типа вот поступишь так или поступишь так, поступишь так или так. И вот эти события, они частично влияют. Нам в конце показали персонажей то, как, например, мелкий вот этот вот, который ко мне приставили напарником, он мне не нравился все это время. Но я делал задание по бочке не для того, чтобы ему помочь, а не для того, чтобы ее как-то отбелить. И каждый раз отбелить, очень такая двусмысленная фраза. Так вот, каждый раз, когда у меня была возможность макнуть его носом в грязь, я это делал. Но в конце концов получилось, что я ему помог. Отлично. Хорошо. Что касается геймплея... Я не думал, что я это скажу, потому что я считаю, что... Сколько ему, кстати, у нас получилось? Часов 20? Нет, меньше 20 часов геймплея. Где-то 15. Надо будет... На самом деле я не помню. Ну, меньше 20 точно. Вот. Я бы хотел, чтобы игра была короче. Ее затянули. Или чтобы в нее накидали больше контента, или чтобы она была короче. Потому что последняя треть игры ощущалась максимально затянутой и ненужной. Не прокачаться к тому времени было невозможно. Потому что в игре контента куча побочных заданий. Они все интересны. Кстати, практически все побочные задания интересны. Да, это плюс. Но последняя треть игры, вот эти вот перестрелки на стройке. Вообще вся эта драка с Рэндалом. Это все было настолько глупо, ненужно и затянуто. Последняя... Вот этот вот адский замес на той локации с магазинами и всякое такое. Это было лишнее. Опять же, драка на стройке была лишнее. По-хорошему, по-хорошему драку на стройке и финального босса могли бы скомбинировать. Чтобы ты, подымаясь наверх... Допустим, чтобы Рэндал не знал, что батя вернулся. Но, ну, этот, типа, старик вернулся, чтобы Рэндал думал, что это просто его босс из-за УСП. Ну, он же так был нанят УСП. Вот. Чтобы вот ты подымался по этому зданию, расстреливал там потихонечку роботов и всякого такого, а вверху тебя ждал бы вот этот вот босс. И опа-опа, это было бы такое открытие, что... Ну, это старик. Хотя, блин, да, это было ожидаемо. Вот. То есть, вот эти две локации, три локации нужно было в конце совместить в одну, и тогда получилось бы гораздо круче. Потому что видно, что не хватило денег. К сожалению. Это очень сильно ощущается. То есть, у ребят были очень хорошие намерения. И очень много чего было сделано хорошо. Повторюсь, побочные квесты просто шикарные. То, что у тебя раскидан лут во всяких неожиданных местах, и неожиданные места присутствуют на карте. Просто шикарно. За это огромный плюс. Много прикольного юмора, каких-то таких вот вещей. В мелочах, в мелочах очень классно сделали. И мне это нравится. Но по-крупному, по-крупному не дотянули. Потому что видно, что повторяются локации, и это признак того, что не хватило денег. Видно, что пул врагов очень маленький. И в конце концов, ну, типа, у тебя есть, грубо говоря, хулиганы. У тебя, ну, байкеров, хулиганов я отношу к одному и тому же. Потому что это все одинаковые юниты, просто в разной одежде. У тебя есть хулиганы, у тебя есть спецназ, и у тебя есть роботы. То есть, все вот эти вот и байкеры, и бунт в тюрьме, и всякое такое. Это все, типа, один тип юнитов. Они ходят с каким-то определенным оружием, вот, и все. Потом появился спецназ, это, типа, тяжелые ребята, и потом есть роботы. Видно, короче, в чем я понял, что еще большая проблема в этой игре, это боссы. Их просто нету, их не существует как класса, вот, и игра пыжится, пытается с этим что-то сделать, она тебе дает сначала вот этого ED-209, но арена с ним просто ужаснейшая. Потом они тебе дают арену с кучей наемников, они тебе дают арену с роботами, они тебе дают арену с роботами из ED-209, потом они тебе дают кучу людей на улице плюс ED-209. Но на большие, ну, на разработку чего-то большего у них явно не хватило, и это, к сожалению, ощущается, поэтому третья часть игры, если на три части разделить, то третья часть игры ощущается уже репетативной и скучной, потому что ты уже прокачался, а игра не прокачалась, игра осталась точно такой же, и противники остались точно такими же. Вопрос того, что ты в начале слишком слабый, я же говорю, я снимаю, потому что это определенный игровой момент, и он решился уже на середине игры. Окей. Вот. Финальный босс. Я как только увидел его на экспо, на выставке, я понял, что это, скорее всего, будет финальный босс. Да, финального босса вложились, но, опять же, слишком сухо то, что он был один и какой с ним был файт, то есть у тебя на файте с боссом три, по сути, фазы, вот, невозможно от него как-то там уворачиваться, убегать, все, все базируется на его затупе. Большинство файтов базируется на затупе твоего противника, потому что ты слишком медленный. С этого выходит еще один такой вариант, ну, не то, что вариант, такой момент, потому что очень трудно сделать шутер за медленного бронированного персонажа, и я это прекрасно осознаю. Я считаю, что с этим мы очень хорошо справились. То есть мы получаем медленного бронированного тяжелого персонажа, за которого интересно играть, за которого не скучно. единственный уровень, за который я хотел бы прям вот поругать-поругать, который мне бешено не понравился, это глюки в торговом центре. Это было настолько ненужно, это было настолько глупо, это было настолько фу, блин, выкиньте его к черту. Короче, по сути, игрушка вышла очень хорошая. Она вышла с уважением к оригиналу, она вышла достойная по геймплею, достаточно хорошая по графонию, про оптимизацию я помолчу, наверное. Вот. Но из-за того, что есть вот такие минусы, типа как уровень в торговом центре заброшенном, из-за того, что ну, очень сильно растянута концовка, очень сильно, прям вот я же говорю, последние 3-4 локации можно было бы просто сложить в одну локацию, более насыщенную, и никто бы ничего не потерял. И было бы интересно, просто нужно, ну, нужно было бы это все грамотно скомбинировать, грамотно сложить, и получилось бы прям шикарнейше. Вот. На мой взгляд, вот это вот не доработали. Я не знаю, почему, то есть я бы хотел сказать, что у них не хватило времени, но нет, сделать 4 отдельных локации, ну, проработать последние 4 локации, или сложить 4 локации в одну, так было бы проще, интереснее и лучше. Я не знаю, зачем игра в конце настолько затянута. Да, я повторяю себя, к сожалению, мне приходится. Все, ребятушки, тогда, в принципе, на этом прохождение заканчивается. Я, наверное, рад, что я ее прошел, потому что мне игра понравилась, и я рад, что она закончилась, потому что она мне под конец начала сильно надоедать. Покупайте ее, играйте, наслаждайтесь, но я очень вам советовал бы подождать каких-нибудь скидок хороших, я не знаю, когда они будут, мы сейчас прилично за Новый год уже, и обычно дальнейшая часть зимы она проходит без каких-то серьезных скидок, я не знаю, когда они будут, значит, подождите, посидите немножечко, весенние скидки начнутся, Робокоп попадет на скидки, тогда покупайте. Я считаю, что если скидка будет процентов 30+, там, от 30 и выше уже можно брать. Как раз вот 3 тигры, которые никакущие, вы за нее не заплатите. Вот, а так все нормально. Все, ребятушки, на этом все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра-бобра, всем молодышек, всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...